Привет, народ! Мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. Итак, друзья, я прочитал в прошлый раз ваши комментарии. Люди говорят, что квесты тяжелые времена проходим здесь, и он сдается. Дело в том, что в Каир-Тролле там полно-полно кузнецов, и надо выждать определенный момент, когда нужный нам кузнец появится, и тогда мы сможем отдать ему письмо. О, я уже этот момент проверил, и да, друзья, действительно это так, поэтому давайте-ка вернемся в Каир-Тролле. Найдем нужного нам кузнеца и отдадим ему письмо. Игра за это время уже успела пропачиться до версии 1.11. Ну, как мы видим, тут вообще никого практически нет, там только вот какой-то охранник стоит, поэтому давайте помедитируем. Ну, обычно требуется два раза медитировать, чтобы нужный кузнец захотел с нами говорить. Вот нужный нам кузнец, пока что диалога у него нет с нами. Давайте, может быть, пока пообщаемся вот с этим кузнецом. Что, опять мечи ковать? А он не хочет с нами говорить. Значит, вернулся? Я был прав, а? И зачем я, собственно, подошел к этому кузнецу, чтобы проверить, каковы у него цены. С удовольствием взгляну на товары. А дело в том, что нужный нам кузнец будет покупать у нас все достаточно дорого, друзья. Я замечу, это достаточно важно. А да, у него цены выше, чем предлагает вот этот вот кузнец. Хотя же, Мчик, они оба покупают достаточно дорого, я смотрю сейчас. Возможно, что цены опять-таки откорректировали. 128, ни черта себе. Рубины здесь совсем не дешево берут. Давайте-ка запомним этот момент. Ну, как вы можете видеть, появился диалог, да? Вот у этого кузнеца. Интересуешься оружием? Здесь у каждого клинка своя история. Мы обязательно послушаем историю. Она, по-моему, всякий раз разная. А пока что не будем сдавать этот квест, да? Говорить ему, что мы нашли письмо от его матери. Потому что после этого он с нами не захочет говорить. А может и захочет, но придется медитировать. Или как-то там потом это долго, очень долго выискивать момент. Поэтому сперва мы с ним, естественно, поиграем. Поторгуем с ним. Услышим его историю. Кстати, давайте прямо сейчас послушаем. У этого меча рукоять из метеоритной стали. Нет, она выполнена из сердца падающей звезды. Кто владеет этим мечом, всегда отыщет дорогу в море. Пусть даже небо затянули тучи. Но со временем его хозяина охватит грусти и тоска по звездной стране. И ничто, даже достойная компания, не утешит его. Понятно. Ну, в прошлый раз он про топор рассказывал, друзья. Ладно, покажи-ка нам свои товары. Что у тебя есть на продажу? Так, штанцы 56 и 301. По-моему, чуть дороже, да? А чуть лучше у него цены. 24-й левел Луки. Но, кстати, в прошлый раз Луки... Луки, говорю, блин, арбалеты пониже были левелом в прошлый раз. Ну, супердорогие болты, ясное дело. Ну и больше, собственно, ничего. Давайте-ка мы ему это дело продадим. Посмотрим, почему он покупает джемчуг. Тот, по-моему... А, не смотри, это 133, да? Тот, по-моему, 168. Или что-то типа того просил за рубин. Того, по-моему, кузнеца дороже рубины. Но мы это еще проверим. Так, так, так. Давайте-ка... Починимся. Так, отлично. Ну и продадим ему что-нибудь. Например, джемчуг. Так, один беленький получится. Нет, нет. Слишком дорого для него. Крутяк. Продаем вот это и... Ну, они все хорошо покупают. Может быть, опять цены откорректировали. Так, это что у нас? Масло. Масло может нам самим пригодиться. Надо что-то такое ему скинуть, что нам навряд ли пригодится. Да, вот, к примеру, смотрите-ка, нам воск вряд ли пригодится. Потому что арбалет я, в общем-то, уже школы КТ-то изготовил. Ну, все, мы у него забрали. Так, теперь, что, давайте-ка с ним поиграем. Я бы не отказался от партии в Гвинт. Так, ну, кем мы будем играть? Чудовищами играли. С КТЛ-ами, может быть. Ох, друзья, сложно будет с КТЛ-ами играть. Очень сложно. Погодные карты нам тут, боюсь, что не нужны совершенно. Казнь, ну, вот, казнь тоже, как ни странно, нам тут тоже не нужна казнь, друзья. Убираем все вот эту муть. Возвратные карты в больших количествах они нам не нужны будут. Парочку буквально оставим. Эти нулевочки бесят, страшное дело. Давайте-ка, может быть, лучше одно оставим. Так. Что еще можно убрать? Шестерки. Шестерки. Ладно. Не знаю, а тут... Ладно, пусть они будут, может быть. Ладно, пусть будут, поехали. Подождите, подождите. Так, что у нас тут? Капашный отряд. Это, кстати, интересно, но у нас их не так много. В начале боя дополнительную карту. Мороз? Нет. Вот это тут интересно, конечно. Тут выбор на самом деле небольшой. Либо дополнительная карта в начале боя, либо вот это. Давайте вот это возьмем. Ох, не знаю, что будет. Ну ладно. Но он тоже играет с кое-то элями. Пчалька. Ух ты, нам шпиона дали. Это хорошо. А, весемир? Весемир я бы сменил на самом деле. Триска. Нам сильный карты на самом деле дают, друзья. Сильный карты нам дают, да? Э, ладно, пусть остается как есть. Фот противника. Пусть идет. Он идет сразу с имбовой картой. У нас нет возвратных карт. Это плохо. Это очень плохо, друзья. Надо было чертова весемира поменять, наверное. Ну ладно. Давайте шестеркой. Ну мы еще успеем потратить этого шпиончика. Как раз сейчас это и сделаем. Так, так, так. Морозецом подкинул, да? Морозец. Ага. Так. Нам надо каким-то образом выманить у него казнь, друзья. Если она у него есть. Сдается мне, что она у него есть. Ну ладно. Можно выкинуть две имбовочки. И сделать это прямо сейчас. Он их точно не съест, но зато потратит карты свои. Он решил потратить способность своего лидера. Вторая имбовка пошла. Так. И он начинает множить в средний ряд. Интересно, да. Ладно. Забираем Весемира. Так. Он слил довольно-таки сильные карты. Ему остается шесть. Но здесь трешечка. Казнь будет неэффективна. Тут есть два варианта, друзья. Походить за дд картой. Вот этой вот. Десяточкой, да? Но она с таким перком, в общем-то, неплохим. Попытаться, так сказать, казнь у него забрать. Выманить. Можно шестерка, в принципе, походить. Ну, чем бы мы ни походили, это нам плюс, потому что он потратит карты. Ну, и мы тоже потратим. Вот в чем дело. Меньше всего жалко здесь кого. Да. Ну, ладно. Давайте вот эту карту потратим. Или не тратить. Ладно, ладно. Давайте потратим. Очень важно, чтобы он все-таки сливал свои карты. У него там имбовочка как раз. Так. Имбовочка, да? Ага. Так, ладно. Так. Весемир, да? На Весемира сливать сейчас. Ладно, Весемир пошел. Так, он пасует. Это был неверный шаг. А я надеялся, что карту он потратит. Ладно, даем ему первый уровень. Пусть забирает. Я тут пока что мало что могу сделать. Если я начну ходить картами. Хотя, в принципе, я могу сейчас походить. Вполне себе. И забрать. Я, наверное, так и сделаю. Я заберу себе этот первый раунд. Я, в принципе, могу это сделать. Да, эту карту я слил, но зато, в принципе, первый раунд затащил. А, здесь это важно, друзья, уж поверьте. Так, наш ход, да? Ну, вот эту карту наименее жалко. Шестерку. Она, конечно, большая, ну, мазь, да? Но эти потом, так скажем, подтянут из колоды еще. Поэтому давайте-ка шестерочку. Ну, ладно, первый ряд пусть. Хотя, целесообразие, наверное, было все-таки на средней. Так, он кидает имбовки. Причем-таки нехилые. Так, пошли двоечки. Ага, он что-нибудь вернет сейчас. Ну, в принципе, мы сейчас съедим его, эту карту. У нас же казнь осталась. Фактически он потерял ход, но это не сильно по нему ударило. Он сейчас вернет обратно. Скорее всего, ту же самую карту. Ну, да. Ладно. И ходить нам больше нечем, да? Ну, он съедает нашу казнь. И, в общем-то, друзья, да. Сдается мне, что мы можем таки победить, потому что у меня еще осталась незадействована способность лидера. Она съедает как раз карты, да? Или одну, если их сила больше десяти. В данном случае сила больше десяти. И она будет работать как раз так, как та казнь, которую убрали. То бишь, мы съедим его пятерочку опять-таки. А, он сейчас вернет какую-то карту. Ну, в принципе, посмотрим. Нет, он проиграл. Да, напряженненько, напряженненько. А если бы я все-таки слил первый раунд, то боюсь бы, что не затащил. Ну, да ладно. Победили. 20 крон. И... Че, ничего не подкинет больше? Печалька. Ладно, давайте с ним снова говорить. Так, ладно. Тут мы все уже послушали, смотрели, чем там торгует. В принципе, арбалет у него говнецо, то еще наши получше будут. И сдаем квасть. Кажется, это предназначалось тебе. Письмо от матери? Она пишет, что его должна была привезти сестра. Откуда она у тебя? Ай, друзья, ладно, давайте правду говорить. Я наткнулся в лесу на тела людей, убитых чудовищами. Письмо было у одной из мертвых женщин. Синга умерла. Насколько раз я говорил и ей, и матери, чтобы они переезжали ко мне вместо того, чтобы сидеть на фарерах. Тебе эти фары, я слушаю. Пошлась кого-нибудь за телом. Мне жаль. Спасибо, что передал мне весть. Другой утруждаться бы не стал. Прошу, возьми. Один опыт. Одно очко опыта. Слушайте, ну-ка, по-моему, с ним поговорить. Ну-ка, получится? Нет? Нет. Ну, вот видите, да, что... Хорошо, что мы с ним поиграли, послушали, да, поторговали. Вот, получается, не больше говорить. вернулся? Я был прав, а? Да-да, я хотел посмотреть, вспомнить, сколько там... сколько там чертовы рубин-то у него стоят. По-моему, он тут их так... Да нет, 128 тоже. В принципе, они жемчуг так нехило покупают. Если что, можно им впаривать этот самый жемчуг. Ну, пока что мы ничего впаривать, я думаю, не будем, воздержимся, так сказать. А, продолжим. Смотрите, у Геральта уже больше трехсот тысяч, это просто замечательно. Будь здоров. Итак, давайте, друзья, глянем, что там у нас за квесты еще надо выполнить. Я вот всегда думал, что вы... так, доп-задание, да, собрать... Ну, мы еще не все карты собрали, Ладно. Так, заказы. Вот, пропавшие горники, друзья. Собирался выполнить этот квест. Пропал человек. Ну, пропал человек мы выполним позже, потому что это основные задания. Давайте, сперва, этими горниками займемся. Пилить прилично, поэтому воспользуемся фаст-тревелом. Так, деревня Бландаре. Поехали. У вас-то должно быть жизнь хорошая. Говорят, у вас в горах серебро есть. Есть, оно есть. Скажите, ребятки, куда это вы собрались? На Керак. Севальт был там на ярмарке. На Керак они собрались. Говорит, гарнизона нет. Керак. Так, а что тут у этого торговца? Быть может, это твой счастливый день. Хорошо потратить честно заработанное тоже искусство. Однако же он прав. Так, мы с ним уже по-видимому торговали, Ну, да, я ему сливал какое-то оружие. Кстати говоря, вот настойка из-за мандауху, как дорого он ее продает, друзья. Не черта себе, пять бутылочек в полтысячи нам обойдется. Да ну его нафиг. Ну, пожалуй, прикупим. Так, жемчуг. Тоже, кстати, не так не дешево, но лучше все-таки дешево в рубину смотрите-ка покупает, да? Лучше все-таки тем кузнецам все это продавать дело, поэтому купим у него одну мандрагору и будет здоров. И все, пожалуй. для чего мне нужна была мандрагор, вот эта настойка. Так, где-то у меня алхимия-то. По-моему, я изготовил еще какой-то там так я изготовил где-то у нас фильтры. Какой-то еще эликсир, еще не помню какой. В общем, вот что у меня осталось. улучшенное полнолуние нам пока что не изготовить. Тут у нас чайка, да? Ей нужно так, ладно, где-то что-то вот мне требовалось по-моему чайка вот эта вот белая и как раз-таки для ее изготовления вот видите, да? Наливка вот эта вот. Давайте-ка сделаем. А чтобы была, так сказать, хотя бы одна, потому что она требуется для изготовления каких-то продвинутых рецептов. Ну, в общем, вот что осталось отвар из Доплера. эту возможность мы упустили, Доплера-то освободили, не стали с ним сражаться. Суккуб, ну, на суккубов что-то у меня рука вообще не поднимается. В общем, этих двух бутылей нам явно не получить. И вот отличное полнолуние можно сделать. Ну, для этого надо улучшенное полнолуние сперва. И вот как раз, да, вот отличное улучшенное полнолуние, но на улучшенное надо вот это вот, короче говоря, надо поймать полуночницу. Потому что этот ингредиент только полуночница дает. Кто-то мне там писал, что полуночницу можно встретить ночью. В общем-то, это как бы и понятно, да, что ночью. А ночью Геральт тут у нас довольно-таки нечасто передвигается, хотя тоже бывает. в общем, ночью надо почаще ходить и будет шанс встретить эту самую полуночницу. и был тогда в крепости, когда медведь оборотни напали. Да, было дело. Приветствую, ведьмак. Так, я по поводу пропавших горняков. Я по поводу пропавших горняков. Может, я смогу помочь? Рассказывай, в чем дело. Ходят слухи, что в горах к северу отсюда есть серебро. А поскольку нам деньги нужны, и надо дракары к набегам готовить, мы послали нескольких ребят посмотреть, много ли правды в этих слухах. Вот они и не вернулись. Так, награда слишком маленькая. Надо их искать, а это займет много времени. Мне придется поднять цену. Лишь бы не слишком высоко. Так, старик скупердяничей, да? Слишком высоко, но не знаю. Вот, может быть, и 290, а уж до 300 доходить не будем. В принципе, думаю, нормальный ход. Горстку крон я, пожалуйста, докину. Ради наших ребят. Ха, договорились. Это мы так по-божески, да? Ладно, мы будем их искать, конечно. Серебра в горах может и не быть, а вот чудовище есть обязательно. Проверим, может, на них горняки наткнулись. Спасибо, ведьмак. Так, ну, судя по деньгам, которые он платит, я думаю, что задание будет не слишком сложным. Нифига, мы его не возьмем. Так, куда там нам рашить-то? А, друзья, вот с каждым патчем приходится заново перенастраивать те клавиши управления, это здоровски напрягает, и забываешь, бывает, что-нибудь, какую-то кнопочку там повесить, потом вспоминаешь, где-то она по дефолту. Практически приехали. О, бедвижок. Так, педвижательно это хорошо. Черт, 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 Геральт, мать твою! Фу, блин, друзья, слушайте, ну, самое главное, видимо, я все-таки не назначил. Где, черт возьми, так бы прыгнуть? Нет, понял, почему не сработало? Понял, не пашет, ешкин кот. Да, Геральт отказывается прыгать, это очень плохо. Давайте проверим, в чем дело. Может, тебе заново надо так прыгать? Ну да, все правильно. черт, черт возьми, Чтобы этим разработчикам сраным приходится на пробел сжать, а? пробелы-то еще дотянуться надо. придется разбираться, почему пробел не пашет. переназначение клавиш. Хотя, вроде бы, все проверял, вроде бы работало. так, это не дела. О, прыжок заработал, да? странно, почему он тогда не работал? Понял, что вообще за глюк это был. Или это в боевом режиме он не работает? Надо будет обязательно проверить. Похоже, друзья, одним глюком стало больше. Да нет, он не прыгает. Ладно, потом все это дело обязательно проверим. Вперед, плотва. Так, где-то здесь у нас сгинули эти самые горняки. Так, там у нас, кажется, волки. Надо проверить, работает ли прыжок. заодно, может быть, хп-шечку немножко восстановим. А, нет, друзья, не-не, не работает. Вот же, черт, не работает сто процентов. Какой-то глюк предназначения кнопки на прыжок в боевом режиме не работает. Бред какой-то, блин, что-нибудь там сделали, не понимаю. Специально, что-ли, такое сделали. черт, геральт у нас и ноги. Волочки, конечно, будут нас сейчас быстренько догонять, потому что геральта защиты никакой не осталось. так, отлично, практически пополнили хп-шечки, но я потом подумаю, что сделать с управлением, как вернуть все вот эти вот исправления. Очень неудобно использовать пробелы для прыжков. Так, ладно, давайте смотреть. Чувствую, придется все равно этих волков поубивать, потому что тут явно путь через них проходит. так, с ними вроде разобрались. вот, я уже вижу какие-то следы, это явно эти самые горняки. Так, давайте как к началу придем. Они наткнулись на богатую жилу, но что-то пошло не так. Серебро, друзья. Да, то самое серебро, о котором говорил старик. Человеческие следы. Так, человеческие, понятно. А вот и трупик, да? Раны, как от тупого оружия, грудная клетка вдавлена внутрь. Здесь кто-то полз, кто-то со сломанной ногой. Интересно. Но их явно не эти волки, полбивали. Так, вот тут у нас эти деревья сломал не ветер, а что-то очень большое. Что-то очень большое, ладно. сейчас разберемся, кто-то тут у нас был. Пещера? Ага. Так, кто тут еще что-то? А, кости что-ли? Раздробленные кости, человеческие. Похоже, это скальный тролль. Так, скальный тролль у нас, друзья, нарисовался. Да, действительно мертв. Множество ран и синяков, кости переломаны. Ну, очевидно, что это тролль поработал. Так, а это что такое? Серебряная руда. За ней они пришли, за нее и погибли. Все-таки серебро-то имеется. Ладно. Так, еще одно тело. а это те же самые. Так, ну что, давайте поговорим с этим троллем, только вот тут не видно нифига, тут еще что-то светится. А здесь ничего? Нет, здесь ничего нет. Предлагаю выпить кошечку, потому что ни черта вообще не видно. так, где-то она, вот она. Во всяком случае заквенимся. Чего? хряч, хряч, друзья. Подожди, давай поговорим. хряч, 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 мои камни. Вот и я, хряч. Так, я так полагаю, с ним можно не воевать, с этим троллем, да? Он какой-то странный, кстати, светится, да? Но если мы его не завалим, скорее всего, тот староперт нам ничего не заплатит, и бог знает еще какие последствия будут на самом-то деле. Так, там уже не помню, есть ли у меня трофей тролля. Так. Я даже не знаю, друзья, как поступить. Давайте, может быть, завалим его. Правда, у меня кнопка тут не пашет одна. Ладно, давайте, пофиг. Это тебе даром не пройдет. Черт. Сразу сходу валить начинает. Это же собака. Что-то плохо видно, блин. Приходится все время руку на пробиль держать. Неудобно, нифига. Что-то, по-моему, на него не действуют. Знаки. Тихо, тихо. Так, где тут такси у нас? Опаньки. По нему дамаг почти не проходит, смотрите-ка. Что-то, я не могу врубиться. Геральт, мать твою. Ни хера, он мощный, слушайте. Что-то тут не то, бля. тихо. Тихо. Может, ардом его? Тихо, тихо. чёрт. Как же тебя валить-то? Похоже, его ничего не берёт. Так, это подстава была. Ладно, будем квеном спасаться. все. Всё. 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 Так, отхватил он так нехило. Что-то, блин, он вообще не дамажится, этот хрясь. Это явно какой-то мощный тролль, я подозреваю, блин. Тихо. Завалили таки, да, ну, друзья, я не знаю, что это за тролль, блин. Это какой-то супер мощный тролль. И мутаген из тролля, смотрите-ка. Супер редкий, да? Каролина и трофей тролля. Кстати говоря, предмет для задания, похоже. Черт, надо разобраться с управлением, потому что неудобно совершенно играть таким образом. А сложность еще высокая. Так, а тут у нас еще... Ёшкин кот, а! Что-то я там выпил, блин. Ну, сказывается то, что приходится держать палец на пробеле, чего, в принципе, неправильно. Так, пластиночки какие-то. Отлично. Давайте-ка, наверное, друзья, сдадим этот квест. И я, наверное, все-таки буду управлением разбираться, потому что так невозможно совершенно. Где-то помедитировать же надо. А давайте до утра. В общем, сработал, друзья, какой-то баг непонятный. Получается так, что так Геральт спокойно вот прыгает на назначенную кнопку, но когда переходит в режим атаки, Геральт перестает прыгать. Не знаю, с чем-то связано. Видимо, там как-то пострадало управление. Совсем понимаю, как это происходит. В общем, попробую, может быть, восстановить все это дело. Так, посмотрим, что там за трофей тролля. Чудовище, кстати, неплохой трофей. Правда, дешево стоит. Ну, ладно. А вес у него килограммчик. Меч, кстати сказать, мог бы быть неплохим, если бы был бы повыше левлом, да. Ну, как и все мечи, в общем-то, он пострадал. Точнее сказать, пострадал в плане каком... Пострадал в плане лута. Так что можно было бы вполне пользоваться, если бы не левел, да. Так, пилите Геральту. Кто у нас тут? Ты какой-то изнуренный, безоголовый. Кстати, поговорить можно, да? Слава твоя, не умрет никогда. Нет, поговорить нельзя. Так, шкурку какую-то дизнули. Там вот еще что-то есть. Да тут дофига всего. Вроде бы все забрали. Я слышу, что там накеров еще в кустах. А, вон и бегают. Ну их нафиг, связываться с ними. Только время терять. Вот черт, опять Геральт не прыгает. Чарльз, Геральт, уноси свои сраные ноги, да подальше. Черт, вы пеньки, а. Черт, вы пеньки, а. разобрались этими тварями друзья ну чё за глюк а геральт боевом режиме не может прыгать офигеть он не прыгает но это надо пробил нажимать это очень неудобно знаете ли манам дайте пеньки проверим раньше можно было найти какие-нибудь флорины орины и так далее она по моему я здесь их уже забирал трубки еще облутаем так здесь я уже был где-то здесь призраки были эх убивал там что-то находил слишком интересное так здесь у нас ничего ничего так я по поводу пропавших горняков я нашел горняков они зашли в пещеру тролля и застали его дома и никто никто но тролль больше никому не причинит зла слабое утешение все-таки наградам не полагается возьми счастливого пути так девушки мы получили тролль жалко хотя с другой стороны тролль конечно жалко но валить его было то еще скажем так удалось сложно очень его валить то было друзьям так пропавший горняки выполнили задание больше не поговорить нельзя нет поговорить с ним больше нельзя друзья мне надо что-то сделать с управлением потому что невозможно совершенно так играть давайте-ка серию на этом завершим а выполнили мы это задание пропавшие горняки разберусь с управлением и продолжим запись в следующий раз